С 1 апреля коридоры военного комиссариата Нефтекамска заполнены молодыми людьми. Они все получили повестки и пришли, чтобы подтвердить свое желание служить в армии. Многие призывники – это студенты. По закону, граждане старше 20-летнего возраста в первую очередь попадают под особое внимание военкоматов. У меня служил отец, служил его отец, и поэтому тоже здесь желали служить. Потому что как мужик должен служить, он обязан, на том он и мужик, быть примером для других, для своих становлений в будущем. Все. Изучать свою родину. Первым делом парней, призывающихся на военную службу, осматривают медицинские специалисты. Если у последних возникают подозрения на состояние здоровья будущих солдат, они отправляются на обследование в больницу по месту жительства. Уже потом, со всеми результатами, ребята приходят на призывную комиссию. Призывная комиссия, приняв во внимание все пожелания юношей и результаты медосмотра, выносит вердикт – отправить на военную службу, предоставить отсрочку или оставить в запасе. Всего из Нефтекамска в ходе весеннего призыва защищать родину поедут около 180 парней. География прохождения службы, она традиционна, многогранна. Требования, какие установил для нас штаб военного округа, это в первую очередь отбор призывников для прохождения службы именно в войсках нашего округа, центрального военного округа. Это высшее образование, в первую очередь, старшие возраста – это 20 лет и более. Ну и, естественно, уровень образования и состояние здоровья. По словам начальника местного отдела военного комиссариата, наши парни в основном хотят служить в элитных войсках. Однако все туда попасть не смогут. Всё зависит от морально-деловых качеств и состояния здоровья. Первая отправка призывников в ряды Вооружённых сил Российской Федерации запланирована на 24 апреля. Лилия Ахметова, Марат Самигулин, информационная программа «Ежедневник».